Строительство апартаментов в урочище Ласпи продолжается. Не останавливается подъемный кран. Строители занимаются облицовочными работами. Это то, что удалось увидеть в объектив в телекамере. Пообщаться с представителем застройщика можно было только через забор. Ну я мастер, я там штукатурю и все. Я понял. Я все понимаю. Вопрос такой, что я видел вот сейчас кран работает. Да. То есть получается, что стройка сейчас продолжается, правильно? Ну он там демонтирует, снимает всякую паузу. 6 июля губернатор Севастополя Сергей Миняйло издал распоряжение номер 574 о временной приостановке проведения земляных работ в Ласпи. Контроль за исполнением губернатор возложил на своего заместителя Алексея Еремеева. Мы обратили внимание на то, что в этом официальном документе нечетко обозначена территория, для которой его требования действительны. Написано просто Ласпи. А приложения, где были бы отмечены границы, в которых оно действует, просто отсутствуют. Примечательно, что среди причисленных видов активности есть запрет на посадку зеленых насаждений и благоустройство. Впрочем, пока строители зеленые насаждения только уничтожают. Сейчас стрелок рано, продолжают двигаться, рабочие ходят. Значит, представитель подрядчика с нами разговаривать отказался, вот, ушел на территорию. Но то, как распоряжение губернатора исполняется, в принципе, можно увидеть, и не заходя на эту территорию. Остановить застройку прибрежной зоны возможно правовым путем. Для этого депутаты законодательного собрания на пленарном заседании 16 июля приняли поправки в закон об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений. Поправки ограничивают любую застройку 500-метровой зоны морского побережья и других особо охраняемых природных территорий. А также ограничивают возможность ввода таких объектов в эксплуатацию. Благодаря этому, считая легкой руки, закон уже получил название «убийцы апартаментов». Но губернатор Севастополя Сергей Миняйло наложил вето на этот закон, пояснив, что в документе имеется ряд противоречий. Закон заблокирован, стройки продолжаются. Ну, здесь явно меньше 500 метров. Для этого достаточно карту открыть. Конечно же, тогда бы, сейчас бы стройка здесь законно вестись не могла бы. То вот место, за которое долго уже успешно бьются общественники. То есть были нарушены все мыслимые законодательства, и этот участок должен был вернуться в город. Он не вернулся. Его выкупил товарищ Лебедев, господин Лебедев. Фирма «Парангон» и волшебным образом получил разрешение на строительство и радостно строит. Напомним, в феврале 2015 года правительство Севастополя подтвердило разрешение группе компаний «Парангон» на продолжение строительства. Сам участок находится в реликтовом оживелом лесу. Пять лет назад наша съемочная группа зафиксировала, как здесь уничтожались краснокнижные деревья. Тогда на участок не пустили даже экологическую инспекцию. Согласно документам, фирма «Агат-А» заключила договор еще с Украинским городским советом на аренду участка площадью 9 гектаров. Земля выделялась под строительство пансионата для отдыха семей с детьми. В настоящее время фирма «Парангон» с разрешения правительства Севастополя достраивает здесь апартаменты. Информационный щит, размещенный при входе на строительную площадку, говорит о том, что здесь идет строительство пансионата для отдыха родителей с детьми. А уже через 100 метров информационный щит о продаже апартаментов фирмой «Парангон». Сейчас землей урочища Ласпи владеют 15 кооперативов. Основная продажа земель лесного фонда происходила с 2006 по 2010 годы. Тогда было выдано более полутора тысяч госактов с нарушением действующего законодательства. Город потерял около 290 гектаров лесного фонда. Ущерб государству от вырубки реликтовых растений уже нанесен на сумму 20 миллионов рублей. Строительство продолжается.